Здравствуйте! В последнее время мои партнеры очень часто просят меня научить их сделать сайт одностраничник конечно в наше время в интернете очень много таких ресурсов причем с бесплатными конструкторами с хорошим инструментом и с одним из них в принципе сегодня я вас могу познакомить мы с вами с легкостью сделаем очень красивый сайт для вашего проекта итак начнем быстренько пройдем регистрацию на ресурсе wix.com обратите внимание чтобы здесь стояли буковки ru значит уже на русский переведен весь этот ресурс нажимаем кнопочку войти здесь два предложения для входа или через соцсети или вы набираете свою электронную почту и пароль можно войти через соцсеть facebook например да давайте попробуем через facebook продолжить начать нажимаем далее выбираем хочу создать сайт для себя тематику выбираем выбираем бизнес например так я создавал сайты профессионально создавал множество сайтов создавал несколько сайтов никогда этого не делал но для новичков конечно выбирают никогда этого не делал то здесь степени получается сложности давайте выберем нижний и так вот нам представлены шаблоны давайте выберем так начну с бизнес несколько направлений маркетинг реклама приложение технологии давайте вот этот приложение технологиям очень многие инвесторы которые продвигают например направление криптовалюта выбирает вот такие вот сайты вот видите специально для этого давайте выберем вот такую красивую смотрите здесь кстати сразу видно на как он будет выглядеть у вас на телефоне до наших гаджетах и так вот выбираем редактировать все готово к созданию сайта давайте быстро пройдемся по основным возможностям редакторов x вот видите здесь для новичков сразу же вступительное видео принципе здесь есть видео инструкция как вообще пользоваться этим ресурсом то есть кому будет недостаточно моих таких вот быстрых объяснений до таких скользь первоначальных то здесь вот можно подробненько еще раз будет посмотреть и начинать уже создавать свой сайт и вот вы видите штриховые горизонтальные и вертикальные линии давайте ниже опустимся посмотрим как вообще это выглядит изменять их не советую так как размера здесь подобраны специально для различных гаджетов для корректного изображения у вашего сайта на телефонах на смартфонах на планшетах далее у сайта есть три основных блока первая верхняя часть хэдер да здесь обычно располагается логотип компании меню телефон можно расположить но еще зависит от шаблона которого выбрали есть там уже готовые шаблоны где он там просто только подставляешь все эти данные далее идет вторая основная часть да где основная информация о вашем будет проекте и в конце третья часть это футер где располагается информация как с вами связаться до ваши контакты и так наверху выезде главное это если вы в дальнейшем будете создавать несколько страниц то здесь будут отображаться все ваши страницы созданные да так здесь сайт это периодически надо нажимать на сохранение но можно вот здесь вот нажать будет сохранено потому что мало ли там свет отключат интернет отключить там просидите там сколько-то времени красоту будете наводить и вдруг что-то отключить да будет очень печально поэтому обязательно на сохранение нажимаете постоянно так настройки здесь можно подключить домен почту премиум премиум платный фавикон это так икон очки всякие ну тоже посмотрите соц сети то есть можно здесь всякие настройки дополнения сделать инструменты границы линейки но границы это если прям индивидуально какой-то размер нужен будет так коды это принципе для одностраничника здесь не нужно это уже так более профессионально расширенные возможности помощь в редакторе это если что-то вам непонятно тоже можно в 10 прибегнуть к помощи справочник такой премиум это тоже платная здесь вот мой может вы можете там что-то сделали посмотреть как это будет выглядеть предпросмотр да на мобильном как это будет выглядеть вообще предпросмотр его можно посмотреть какой будет у вас на сайте если вы нажмете вот все сделайте нажмете опубликовать то вам выпадет такое окошко с ссылочкой на ваш вот этот сайт вы его скопируйте эту ссылку скопируйте и будете размещать там где необходимо чтобы люди переходили по этой ссылке и попадали к вам на ваш созданный сайт далее здесь вот менюшка то есть если вы опять-таки создаете не одну страницу здесь выпадать будет список ваших созданных страниц здесь фон можно будет выбрать это мы потом с вами посмотрим добавить на плюсик нажимаете тоже здесь вот полно всяких инструментов то есть тексты пишите заголовки текст разные фотографии можно свои загружать можно взять в базе до векса галереи разные превьюшки добавление в галерею там в основном как магазинчики если кто-то делает вот фотки чтобы так куда листались различные здесь вот прям можно подставлять или экспериментировать что хотите вот видите сколько тут всего подкрутить можно до приложения в тему там инстаграм и галерея взять ссылочки скинуть так графика различная вот там всякие да можно там лайки поставить позвонить что-то около телефона где там надо будет до выбрать что-то почтовые как бы сервис рядом почту указать если нужно да и также вот эти все такие иконки их можно сделать активными форма формы всякие стрелочки также можно прям брать вот так вот стрелочку и переносить ее вот она видите появилась вот ее можно уменьшать поворачивать под разными градусами это там что-то обратить внимание если на что-то дарит нажимаете убираете так далее тут у нас интерактивно это тоже наверх делают вот когда идет всякая перемотка информации кнопочки различные там и то есть у вас вы ставите эти кнопочки так потеряла кнопочки там да если идет информация потом вы далее размещаете ниже кнопочку и пишите здесь можно название менять выбираете вот нужную кнопку выбираете название там например перейти до ли ознакомиться ближе и купить размещаете боксы различные то есть если выделить какой-то текст нужно до обратили чтоб внимание тоже вот этот бокс размещаете очередной там все цвета можно менять и размеры так полоски в основном вот эти вниз ставят там вот здесь вот информация какая-то и завершающая исключительно ну в принципе и в середину можно ставить такие красивые сделать разные до бокса так таблицы списке можно также монтировать внедрить смотря какая тематика какие сайта у вас до можно видео закачать можно с ютюба прям вставить я вам покажу потом попозже музыку так же да можно закачать соц сети прикрутить в контакты это уже низ когда самые оформляете да вот варианта вот этих шаблончиков можно поставить чтоб как выглядела вот ваша последний заключительный этот бокс да с контактами вот так же можно видите карты прикрутить при необходимости вот всякие так менюшки-менюшки это уже вверх наверх можно размещать вот тоже менюшки чтоб выглядели да вот у нас вот как сейчас навер Arg Years и поднимемся у нас вот она менюшка да-на кого прилипла вот такая но не нравится что-то вам или вот в эту day's you comeяли да его там оформление так мне нравится вам вот такое вот хочется или вот такое до и вот так вот так же то есть можно меню listens 20 менять промо боксы но когда промо акции какие-то до суда блоки свои можно тоже вмонтировать и магазины всякие ссылочки от приложения также можно посмотреть есть платные и бесплатные можно также сюда прикрутить так давайте сейчас что-то сделаем уже до хотя бы начнем так вот здесь до какой-то заголовок вы пишете редактировать текст например там название вашей компании название магазина до или например если там вы рассчитываете что у вас будет несколько страниц например да вы продвигаете несколько проектов то соответственно надо что-то такое до чтобы соответствовало всем этим страницам например какие-то там бизнес-проекты или инвестиционные проекты или что-то там инфобизнес какой-то да что будет или продвижение в интернете ну какая вас там тематика будет да например там ну я не знаю мои проекты да там так давайте сейчас мы сделаем все большие буквы мои проекты здесь вы можете написать какое-то краткое описание также нажимаете на редактирование текста напишите там что-то да какое-то приветствие здравствуйте я там такая-то такая на такой-то такой-то и так далее и тому подобное да вот это все пишите можно здесь сделать анимацию добавить кстати например вы давайте вот видите как будет выезжать надпись люди заходят а то раз так выезжает сразу привлекать внимание пользователя да вот к это надписи к вашей что-то выбрать так вот здесь вот опять-таки кнопочки да вот уже есть кнопочка готовая да уже даже можно не выбирать если вам форму этой кнопки не нравится можно вот выбрать другие кнопочки добавить на плюс до кнопки вот они видите то есть можно вот такую кнопку например добавить или например вот кругленькую кнопочку да можно разместить там и вот дважды кликаете и название там например поменять до жми и там что-то такое да так это вот видите все время подсказки потому что думаю что мы тут новички также мне и здесь же вы можете прикрепить ссылочку да вот например на веб-адрес до раз так ссылочку сюда и прикрепили открыть да не в текущем или в новом окне конечно же в новом сохранить вот вот она так останется вот давайте например предпросмотр нажмем вот видите как уже получается вот на кнопочку эти кликабельно я сейчас нажму и попадаю на свой блог далее смотрите можно изменить фон и вот измените дизайн хедера да вот смотрите нажимаем изменить дизайн можно вот выбрать разные стили вот видите я как бы нажимаю и сразу наверху вот все меняется но это если вы вообще с нуля начинаете делать свой сайт сами то вот вот такие вот разные вещи то можно выбрать и что понравится то оставить вот настройки сделать зафиксировать то есть он будет ползти за вами но то на данный момент у нас тоже зафиксирован если не хотите чтоб шапка вот это ползла сверху да вот не спускается пользователя шапка за их преследует то можно как бы отменить ее но мы не будем отменять там а нас здесь кстати тоже переходы это вот если вы дополнительные будете страницы делать сюда вы тоже нажимаете на вот переходы по страницам видите тоже делайте настройки различные вот а нас нажимаете а нас сюда ссылочку на страницу здесь можно местами менять вот видите перетаскивать то есть что у вас там а нас отзывы как это работает можно добавлять также странички вот видите плюс страницам здесь вот еще появится полосочка вот так далее отзывы если вам это не нужно вот отзывы какие-то там да зачем также настройки то есть лишние вот отзывы например нажимаем и удалить нам отзывы не нужны так смотрим вот видите они пропали далее здесь вы все пишите пишите размещаете свои какие-то странички вот видите слайды можно загрузить картинки различные по проекту и у вас они будут перематываться автоматически здесь также все меняется фоны макеты выбрать можно то есть видите как вот будет слева макет информация справа вообще в центре надо зачем нам справа слева секцию также можно добавить то есть это разделить вот этот вот макет пополам далее давайте вот мы сейчас вот это вообще удалим нам это не нужно то есть вы пишете здесь информацию какую-то самом начале до соответственно кнопочка например изменить текст присоединится здесь опять-таки ссылочку вы на свой проект добавляете то есть человек кликает и переходит ваш проект вот этому давайте лишний уберем это просто показала как это может быть и векторная графика нам тоже не нужно так далее как например вот вы все написали там текст какой-то оформили картинки какие-то поставили если нужно давайте значит что можно добавить видео какое-то до заходим заходим на видео выбираем youtube вот она сразу встала сюда вот это вот у нас экранчик такой мышкой просто зажимаете двигаете куда вам надо вот можно сделать пошире например видео так и сейчас смотрите давайте выберем каком-нибудь видео вот например да вот это сверху ссылочку копируем заменить видео нажимаем вот сюда где ссылка вставляем вашу ссылку и принципе все enter так вот это можно закрыть а здесь смотрите можно да еще настроить что авто проигрывание но я думаю это лишнее авто повтор я тоже думаю не нужен то есть при наведении чтоб ролик включился не теста если уже вручную люди сами решат нажать и посмотреть да ну пускай при наведении будет оставим вот это в принципе все так закрываем то есть вот сейчас мы это не видим если нажать на предпросмотр то все уже активно и вот пошло видео так возвращаемся обратно в редактор вот если обратили внимание там какая-то полосочка сверху черненькая было соответственно значит надо нам немножечко уменьшить размер вот так вот отцентровали здесь вот у нас темная полосочка можно и продолжить как бы все в этом же стиле в тёмно в тёмном да то есть вот сюда вот тянете и вниз спускаете и дальше добавляйте информацию можно сделать чтобы у нас дальше например какая-то светлая полоска пошла можно здесь еще что изменить фон полоски нажимаем изменить фон здесь выбираем например да опять таки это если вы с нуля создаете например да свой сайт по каком-то такому именно в дизайне вашего проекта выбираем фон ну как пример да я вам сейчас вот что-то выберем давайте что-то интересненькое какое-то не очень интересненькое ну вот город какой-то такой в тумане он у нас поменялся если вам это не понравилось вам не нравится этот фон вы просто делаете отмену да и все вернулось можно выбрать цвет поменять цвет вот такой ведь и получился опять ядреный отмена а можно сделать фотографию какую-то свою загрузить нажали на фотографию вот видите как бы здесь загрузить вот свою можно фотографию можно использовать бесплатные фотографии этого сервиса в x а так что у нас здесь есть вот например дизайны люди очень здесь большой ассортимент то есть можно выбрать ну давайте посмотрим вот такую например выберем девочку вот видите как получилось у нас так отмена так или вообще можно какое-то видео загрузить но только чтобы она весила не очень много а то у вас просто сайт будет лагать постоянно вот нажимаете на видео загружаете свое какое-то видео вот здесь куда или опять таки же можно видео выбрать вот бесплатное на других ресурсах представлено здесь ведь есть платные они тут все платные походу все платные так поэтому если хотите видео то лучше свое бесплатные бесплатные это уже картинки так вот смотрите дай сейчас вот было напоминание что сохранить надо нажимаете сохранить а вот у вас видите получается уже вы видите даже ссылку на свой сайт нажимаете готово далее на светлом фоне здесь вот если у вас проект до продает несколько услуг здесь можно сделать краткое описание этих услуг сюда можно графику векторную выбрать опять таки вот здесь на плюсик нажимаете нажимаете на плюсик да и вот всякие тут а кнопочки так сейчас формочки вот добавляете различные или вот такие вот там графики смотрите разные например вот это брать вот это убираете вот это вот вставляете или что-то свое загрузили и поставили да так вот заменить векторную графику можно сюда сразу тоже вот видите здесь сразу много вариантов тоже дается под загружается вниз вот опускаетесь и они все погружается погружается очень много выбираете вот здесь вот можно выбрать что-то такое вот и также здесь редактируете текст также можно прикрепить анимацию выбрать на вот она будет выезжать у вас текст пишите и текст можно сделать смотрите различные также вас так скольжение редактировать текст можно осмотреть это же поменять цвет текста раз поменяли ссылку можно опять-таки на какой-то например один текст да вот что-то там написали и написали и сюда ссылочку прикрепили то есть выровняли вот здесь опять выделили текст выровняли можно там так вот выровнять будет зависеть от того какие у вас шаблончики стоят а также можно сделать выделение то есть тоже вот какую-то область взять и выделить и выделить синий цвет вот видите повыше пониже здесь фиксируете межбуквенный тоже чтоб там или поплотнее было если у вас места мало или пошире в зависимости от того какой у вас текст так что у нас тут еще есть теги заголовка сюда можно добавить но в принципе так все здесь вот и шрифты до выбрать шрифт то есть опять таки выделяем выделяем и выбираем шрифт какой вам нравится такой указываете шрифт и размер шрифта да различные вот ну так вот у нас получилось если у вас лишнее здесь какое-то место то есть мы вот это вот подтягиваем вот так зажимаете мышкой и подтягиваем наверх так вот с этим все понятно я думаю да далее здесь опять таки далее вы все пишите пишите можно различные еще ролики будут добавлять текст ролики текст ролики все это вы заполнили вот здесь можно какие-то новости добавлять журнал вести то есть вы добавляете новости и вот здесь вот можно будет их листать перелистывать извините вот видите название как бы тоже меняются различные добавляются текст также все редактируется вот здесь вот управлять слайдами нажимаете и вот у вас здесь будет первый слайд второй можно добавить слайд и у вас будут здесь вот перелистывать люди будут и читать информацию если вот этот блок вообще не нужен его просто можно будет удалить полностью полностью и лишние подтягиваем наверх здесь также можете внести совладельцев или там если у вас магазин с кем вы сотрудничаете если вам это тоже не нужно то так же все удаляете выделяете дарит и так же подтягивайте секции наверх не нужны ну ниже все тоже так же оформляете имя почтовый адрес пишите какое-то заключительное сообщение призыв к чему-то да здесь тоже так же все можно поменять там подать заявку например написать или еще что-то телефона меняете адрес электронную почту и сохраняете в очередной раз все проверяете так вот это нам тоже ну давайте это сейчас по-быстренькому тоже чем-нибудь еще заполню и покажу что у меня получилось я немножко поколдовала и давайте посмотрим что у меня получилось кстати вот здесь вот я выставила якоря заодно посмотрим как вот они действуют так нажимаем предпросмотр вот приветствие вышло так это что сложно не заметить да то есть все кнопочки кликабельные здесь вот такой заголовочек видео тоже нужно посмотреть нажать далее вот здесь тоже видите как такие вот переходики все вот эти подчеркнутые надписи тоже кликабельные например да это вот на проект какой-то из ваших да там на бизнес-систему ссылочки и там еще на какую-то платформу вот на сайт мы тоже непосредственно да тут как по проекте данные идут это вот про промо акцию про поездку в таиланд здесь небольшой ролик так и вот далее как бы заключение да контакта со мной можно тоже по ссылочке перейти и то есть можно заполнить вот эту форму и я свяжусь да или просто напрямую выйти вот на меня по контактам и связаться вот так вот вы делаете такой одностраничник довольно-таки вот коротенький но шаблонов очень много можно применять любые давайте посмотрим значит вот если нажать на фишку на youtube да вот видите заберите фишку в подарок то что вы искали вот видите как контакты все плавненько переходит то есть вот это вот шапочка у нас панель да она так как бы и бегает за нами ну вот так вот смотрите как бы очень легко и просто мы сделали вот такой блок далее возвращаемся обратно в редактор если вас все устраивает нажимаете опубликовать и вот у вас ссылочка на ваш сайт вы его вы ее копируйте нет не копируйте сразу переходите вот здесь вот у ее в шапке копируйте и даете своим партнером они заходят и смотрят информацию переходит по всем вашим ссылкам вот все кликабельно давайте еще посмотрим как будет смотреться наш сайт в телефоне давайте перейдем на мобильную версию и вот так будет выглядеть и на смартфонах ваш сайт если это видео было вам полезно ставьте лайк а с вами была марина майорова до новых видео пока пока пока